Эй, альфа-самец, а ты любишь красивых и милых девушек? Да? Тогда я расскажу об игре, которую мне недавно посоветовали. Посмотри на этих красавиц. В этой игре они сделают всё за тебя. Причём все персонажи здесь действительно симпатичные, да и лишнюю одежду не носят. Ссылка под видео, регистрируйся скорее, выбирай любую. Приветствую, дорогие друзья. Многие, наверное, знают, что за херня произошла у меня в моей карьере. Дело в том, что я благополучно пролил чай на свой горячо любимый MacBook Air. Это не реклама Apple, если что. И просто конфуз случился в том, что мне не на чем стало делать в ролике. И поэтому я решил не сдаваться и попробовать делать видосы на своём доисторическом компьютере. Но, как оказалось, дело там происходит намного хуже. Ввиду того, что если он и раньше был очень тормознутым, то сейчас он, видимо, на меня очень сильно возлился и стал ещё просто невыносимым говнюком. А для полной картины я ещё и заболел, что может быть прекраснее, но не суть. В общем, я на нём пытался сделать коротенько на фильм «Инсургент». Отвратительная, странная, шаблонная штука, которая понравится только панаткам. Но не суть, сейчас не об этом. В общем, я благополучно делал обзор на этот фильм. И Sony Vegas благополучно вылетел. Потерял весь проект и потерял все файлы. И я понял, что это просто нереально. Ну и чтобы канал не проседал, и чтобы мои любимые подписчики не отписывались, я решил заполнять канал такими видеоблогами. Видеоблогами, в которыми особо не стоит забариваться с видеомонтажом, не стоит накладывать всякие эффекты и т.д. и т.п., чтобы не случилось так же, как коротенько на «Инсургента». А то некоторые писали, что я, мол, специально сломал ноутбук, чтобы не делать обзоры, больные в шлёпке. Нет, я, как видите, рвусь, какой-то донести до вас мысль. И так что сегодня у нас такой ультра-затворческий выпуск мыслей вслух. Я долго думал, о чём бы мне сделать видеоблог, коль у меня такие ограниченные ресурсы. И я сразу вспомнил наболевшие кинотемы. Одна из них это была концовка фильма «Алехандро Гонсайре Сеньорито Бёрдман». Многие уже пришли к тому выводу, что Бёрдман – это чисто киномазское кино. Оно не для всех. Да, спойлеры, спойлеры, спойлеры. Если вы их боитесь, то, пожалуйста, отойдите от экранов. Если вы не смотрели картину, то делать вам в этом видео нечего и стоит вырубить этот ролик. Как всё-таки стоит расценивать фильм Бёрдман? Наверное, во многих их постасиях, потому что теорий насчет этой картины достаточно много. Одна из довольно ярких теорий была та, что Риган Томпсон на протяжении всего фильма спал. Это был его сон. Что говорит о том, что в картине часто фигурирует синий цвет. А поскольку синий цвет – это цвет мечтаний, то символизирует то, что Томпсон находится в каких-то своих странных грёзах. А может, его вообще не существует? А может, это всё был сон? А конкретно настоящая жизнь началась после того момента, когда он очухался? Также выдвигали теории, что Томпсон умер, когда он разбился на самолёте в месте Джорджа Клуни, то ли когда его ужалили медузы, то ли когда он сиганул с крыши, что, как нам показали, это было воображение, однако связь с реальностью иногда в главном герёте теряется. Но многие сводились к самому буквальному мнению, что когда дочка посмотрела вниз, она увидела мёртвое тело отца, и у неё просто поехала, мягко говоря, крыша. И она посмотрела в небо, как бы проводила его в тот иной мир таким метафоричным образом, и на этом картина заканчивается. Знаете, это довольно слишком грубый и странный вариант, и лично я с ним не согласен. Давайте смотреть на это глубже, ведь всё-таки мы давно пришли к выводу, что Бёрдман – это непростое кино. Как мы помним, всё действие фильма происходит как бы одним дублем, что намекает нам на одну единую цельную историю. Его колбасит с этими видениями, его колбасит с этой левитацией, и так далее, и тому подобное. И тем не менее, эти основания довольно слабы, чтобы полагать, что Риган спит, потому что когда его продюсер, которого играет в зал Галифианакес, заходит, допустим, в гримёрку, он видит, что Риган просто сам всё крушит, и у него ничего не получается, собственно, делать пальцем, и он не супергерой. Как бы это не было печально. То есть, по сути, это обычная жизнь. Обычная жизнь о неком мечтателе, у которого в голове происходит полный хаос. Дело в том, что если подумать, то насколько надо быть косым болваном, чтобы выстрелить себе в нос. То есть, вы должны, как минимум, держать пистолет где-то вот так. Конечно, с такого ракурса непонятно, как я его держу, но если я повернусь, то будет понятно, что вот я держу его где-то вот под таким углом. То есть, если Риган целенаправленно хотел убить себя на сцене, то он бы просто сделал бы вот так. Однако он держит вот так, либо из-за того, что он просто боялся, однако он был довольно уверен в себе, и рука у него не дрожала, и... в том-то и проблема. Если я буду держать руку так, то вы не поймете, держу я ее у виска или у носа. На самом деле, я держу ее именно у носа. Однако, если мы присмотримся внимательно, то довольно странный нос, оказывается, у Ригана, ибо из него таких лещит кровь. Непонятно, что от него вылетело, но это было явно что-то красное и много чего красного. Хотя, по сути, нос это хрящ, которого, конечно, можно отстрелить, но понтана крови в эту сторону у него не будет. Конечно, чисто гипотетически Риган мог пролежать некоторое время без носа и дышать рутом, однако это все равно какая-никакая, но кровью потери, и, впрочем, болевой шок тоже довольно нехилый. После этой сцены мы видим вальяжно удаляющуюся наглую стерву рецензистку, которая просто молча уходит. Что она этим хотела сказать, непонятно. То ли просто, по ее мнению, это был настолько ужасный театр абсурда, что она решила удалиться с этого спектакля, или, наоборот, это ее настолько поразило, что она просто не смогла сдержаться и убежала из зала. В общем, это тоже вопрос спорный. Однако, что мы видим потом? Потом, внезапно, однокадровая история прерывается. Нам показывают череду красивых и метафоричных кадров. Что прилив усиливается, место, где Риган в первый раз хотел покончить жить самоубийством, что медуз на пляже стало больше, что, как бы, тоже чуть ли не убило Ригана в свои годы. Пусть кто-то скажет, что это просто череда непонятных, но красивых кадров, то они ошибаются. Каждый из них что-то символизирует. Не зря все-таки Ингериту называют творцом. Каждый дубль что-то значит. И если вы, допустим, включите первую сцену в Бёрдмане и включите последнюю, и включите их одновременно, то даже создастся впечатление, что это одна и та же сцена, просто снятая с разных ракурсов. Что героиня Местон смотрит как раз в эту странную, непонятную, желтую комету. А может, это и не комета, может, это как раз и Риган Томпсон, который возмывается к небесам. Все может быть. Так вот, однокадровая история прерывается. После череды красивых кадров мы вновь возвращаемся в историю и попадаем в больницу. В палату, где внезапно все хорошо. Настолько все хорошо, что после такой печальной, депрессивной истории как-то в это даже не верится. Дело в том, что СМИ говорят, что о Ригане Томпсоне всюду молвят. Ему кладут везде цветы, его ждут у больницы, его снова полюбили, его вспомнили, он теперь снова звезда. Его спектакль стал диким хитом, его ждут во всех странах. Это первая ахтука. Вторая ахтука, это суровая репортерша-рецензистка, которая клялась, что разнесет Ригана в пух и прах, однако похвалила его, что тоже большое достижение. Героиня Мостом приняла отца таким, какой он есть, и они тоже наладили, по сути, свой некий контакт. И огромная толпа репортеров ждут его перед палатой. И просто, по сути, мечта Ригана осуществилась, но тем не менее, ему что-то все равно не нравится. Либо то, что как актеру ему будет неприятно, что последний остаток своей жизни на него будет показывать пальцем и говорить, о, смотрите, это тот чувак, который отстрелил себе нос на сцене, и это ему просто неприятно. И на самом деле, действительно, профессиональным актерам это далеко не льстит, и не такая слава им нужна. А еще этот нос, согласитесь, он довольно мудацкий. Тем не менее, что же происходит с Риганом? Вроде бы жизнь наладилась, пусть и довольно странным образом, однако ему все равно это не нравится, он решает покончить и жить самоубийством. Это тоже довольно странно, не находите? Или просто на самом деле он остался сидеть в толчке, и дочка его искала, и потеряла его, и так его и не нашла, а на самом деле он просто торчал в сортире. Что, собственно, считаю я? Прошу заметить, что я свое мнение никому не завязываю, у каждого оно свое, и этот финал можно действительно воспринимать по-разному. Но что мне кажется? Обратим внимание на цветовую гамму всей картины. Она довольно тускло-уютная, то есть действие всегда происходит в небольших местах, и даже когда мы с героем выходим на главную улицу, все равно все действие происходит в неких таких приглушенных тонах. Однако, после того, как Риган отстрелил себе типа нос, мы видим огромные красивые кадры с как можно большим увеличением количества света. То есть, с каждым кадром света все больше, 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 будто Риган идет в конец тоннеля. Когда он очухивается в больнице, и герой ходит вокруг него, мы видим, что света в палате очень даже много. Даже чересчур много. Он просто долбит в них. И это не просто какие-то там погодные условия, которые поднасрали создателям. Так действительно было задумано, ибо пейзаж рисовался на хромаке, на самом деле. Это цвет искусственный. То есть, я все клоню к тому, что хочу сказать, что последняя сцена в больнице это всего лишь некий сон или некая мечта Ригана Томпсона. Некое чистилище, которое происходит лишь у Ригана в голове. Место, где все его подсознательные мечты исполнились и место, где он все-таки решил смириться со своей участью и уйти из чистилища и возвыситься к небесам. Уж не знаю, как у вас, но мне кажется, что у героини Эмма Стоун вряд ли была бы такая реакция, если бы она увидела живую мертвого отца, лежащего на тротуаре. Она и так была на пороге нервного срыва, и эта бы картина окончательно добила бедную девчушку. И поэтому я считаю, что такая странная реакция могла произойти только лишь в мечтах Ригана, наверх, как Бёрдман, Человек-птица. То есть основная история картины закончилась после самоубийства Ригана на сцене. После этого начались лишь фантазии и грезы, где в своей башке Риган отпустил самого себя и возвысился к небесам. Хотя, с другой стороны, не зря же нам все так часто акцентируют о внутреннем душевном состоянии героини Эмма Стоун. Если Риган постоянно уходил в астрал, то получается, яблоко от яблой недалеко падает, и дочка тоже приняла такого своего отца, и поэтому она, скажем так, как стала с отцом на одной волне, и она видит то, что хотел бы видеть он. Блин. То есть, иными словами, в башке у дочери Ригана, как и у самого Ригана, рисуется одно единое воображение. Это, конечно, довольно странный вариант, но тем не менее. Я все-таки придержусь теории, что Риган убил самого себя на сцене, потому что эти утрированные факты, которые случились с ним после выстрела, это неестественное освещение, этот полет наверху в конце, это все явно говорит нам о том, что это некие мечты. И возможно, как раз, что героини Стоун увидело в небе именно эту картину. Однако, сколько людей столько и мнений, на то и называют Бердмана именно арт-хаусом, по большей части, которым каждый зритель может додумать что-то свое. В этом и есть сила Бердмана, сила, в которой нет определенности, в которой может происходить что-то свое, это зависит лишь от воображения, которое есть в башке у человека. Что в лишний раз нам доказывает, что Гонсалес Энерита очень сильный постановщик, который довольно-таки заслуженно получил свой Оскар. Лично я дико прусь таких картин, где каждый зритель может дорисовать свой финал. И таки, пишите вы в комментариях, как вы считаете, чем закончился фильм Бердмана и что означает эта улыбка Эмма Стоун в конце. И мне кажется, я уже довольно достаточно об этом натренделся. И таки, на этом все. Всем спасибо за внимание, обязательно вступайте в группу. Я никуда не пропадаю, я еще с вами. Не пейте чай перед ноутбуками. Это чревато. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok